итак ребята всем привет сегодня мы приехали на одну старую деревню с камрадом вывез он меня на новое место а я с удовольствием поехал потому что новое место это всегда дом и и интересное копать будем сегодня с михалычем одна деревня говорит что не бита не хожен и камрадами но сегодня посмотрим по шурфим по верхам ходить смысла нету трава высокая так что за шурфим ся сегодня будет шурф и посмотрим насколько здесь богатые были шурфы так что смотрим будет довольно такие интересные и так и ребят в первую очередь когда вы в деревне приезжайте осматривайтесь если деревня не битая как это как меня уверяет камрад говорит здесь ямок нету никто не ходит я в первую очередь начинаю поразванивать именно дороги центральную улицу сейчас металлоискатель в руки и пройдемся по улице что у нас здесь получится находки если будут значит будем продолжать по дорожке ходить потому что верховые на дороге на штуке на пол что это в основном так что это тоже первое одно из правил и так около машины ребят сигнал было вроде как обломок от колокольчика здесь сигнал пробка и вот здесь сигнал и что вы думаете монета вот она это у нас и так тридцатого года вот такой вот первый сигнал жалко он деформированный а сохран вообще классный так что с почину меня пятак на дороге и у михалыча тоже первый сигнал и так ладно пройдемся дальше и так ребят я потрясен тем что следующий сигнал здесь вот был пятак следующий сигнал вот здесь родимый смотрите чего выпало твою налево это царь царская монета ну по размеру наверно двушечка низкопрофильная александровская да ну нафиг а в натуре не копанная деревня блин блинский дорога фактом что вот она дорога как бы еще старая походу ее размыл и она видеть и вдавлена его здесь вот расхождение но я иду от по этой дорожке и второй сигнал вот и вот и две монеты офигеть вот это да да хренеть михалычу кричу он в шоке вален классно продолжаем и так ребят пробежался я по всей дороге ну как по всей метров 100 туда 100 обратно вернулся к машине заходил в несколько домиков камеру с собой не брал дома под замками заколочные мы вандализмом не занимаемся так в окошко заглянули полы целые все на месте но если замок если створня все забито мы туда даже не заходим даже не пытаемся на дороге поднял две монеты в принципе на этом и все теперь будем перебираться непосредственно на шов после дороги обследовали посмотрели нашли и после того только мы идем на шов шурфить так что вот такой вот дальнейшее действие по шурфу и так ребят подошел я вот на такое здесь практически все хорошо идеально видно смотрите какая засыпка михалыча сделал несколько капков и засыпка просто классно потом вступает щуп вот у михалыча в руках щуп и вот смотрите щуп проходит очень легко я всегда щупом прозваниваю именно эпицентр дома и ищу края дома это делаю для того чтобы определить границу дома вот фундамент и значит вот это край вся засыпка которую будет выкидываться на прозвонку за пределы это обязательно в общем вот так вот по всему периметру делайте щупом определяете границы дома и уже засыпка выбрасывается за пределы вот здесь хорошо то что имеется фундаментный камень ну и в принципе вот вот в ребят результат как вы видите видно по цвету травы сам фундамент по высоте травы тоже отличается также ориентируя очень хорошо когда торчат столбушки здесь вот столбушок торчит это стоечки вот здесь вот свернутый большой возможно фундаментный камень раньше был в свое время михалыч говорит очень много цветных сигналов очень много цветных сигналов ну советственно здесь будет предостаточно потому что как вы видите стекло советское и вот видите кусочек торчит ткани ткань видно еще не успела сгнить так что синтетика долго гниет ну дом как минимум здесь стоял лет 60 это точно засыпка смотреть какая приятная какая шикарная засыпочка насчет засыпки ребят засыпка должна быть именно вот такая вот сигнал вот такая засыпка должна смотрите обратите внимание это называется культурный слой именно вам этот надо здесь куски древесины куски побелки в общем это культурный слой это засыпка также вам нужно копать до тех пор пока появится сопутка сопутках красный кирпич стекло керамика потом всякие различные предметы обихода расчески и ручки карандаши пуговицы если это все у вас есть амин монеты будут обязательно так что следующее что я сейчас буду делать щупом прозвонил сейчас прозваниваем верхние верхние сигналы это обязательно верхушку нужно прозвонить а потом уже полностью начинать капитально браться за шов снимать слой за слоем ну я вам все об этом по порядку подробно тоже сегодня расскажу так у михалочка сигнал железо чё это механика какая-то ладно вступление есть значит поехали и так ребят ну все переместились мы на полноценный шурф пенечки вижу вижу но хочу вам для начала сходить михалыч заходил в этот дом он скрытый и сейчас я в него зайду и посмотрю но это будет не эфира это будет в другом видео так что ждите следующее видео полноценный шуф так чтобы там будет все идем мы в домик тропинка заросшие дом скрытый как вы видите просто смотримся ребят не будем мы здесь лазить просто смотримся ай блин башкой ударился потолок смотрите как провисает опасный висит одежда вещи на месте будем ходить тихонечко на цыпочках ай блин сколько тут комаров печка это кухня на счет печки здесь держится путин на хорюку весел новые обои лежат походу хотели сделать ремонт не получилось кровать с вещами ух смотрите какие часики а пластиковые посуды все на месте кровать 1 кровать 2 кровать 3 3 кровати и они не знаю ребят не знаю то ли здесь жили то ли чё ну бомжи бы конечно здесь бы все разбомбили срач был бы полный но запах запаха в жизни нет здесь видно давно никто не живет но домик довольно таки интересный полы смотрите повело дугой крыша повела наоборот козненные перчатки барсетка ребят барсетка здесь я не удержусь конечно же взгляну ну и здесь детская все детские открытки ручки квитанции удостоверение удостоверение личная книжка матери на получение государственного пособия так ничего больше внутри нету только ручки ладно все на место ручки все на место ладно в шкафчик ребят но тоже в шкафчике я не удержусь загляну одежда здесь тоже одежды не буду здесь коробка тоже с одеждой ребят по ходу кто-то в торопях возможно и уезжал отсюда может и убегал в шкафчике интересный домик интересный интересный так здесь смотрите древняя аппаратура проигрыватель серия надо 306 раз проигрыватель 2 проигрыватель 3 проигрыватель интересно но советское время больших денег он не стоит куча гвоздей любопытно очень любопытно мою бабушке такой вот был сундук огромный ну прикольный дом разваливается ладно пойдем на шурф итак ребят ну вот начался наш шурф михал за шурфился если честно если честно я не имею права давать взрослому человеку но он немножко неправильно начал тем что ребята нужно шурфить начинать было вот отсюда вот отсюда здесь примерно на штык лопаты находки должны быть а здесь уже по мере возможности к центру глубина шурфа будет увеличиваться потому что дымовые ямы они имеют свойство обрушаться и здесь можно если чупом проверить всего будет на штык лопаты максимум и все находки в основном бывают вдоль венца потому что монетки закатываются ударяются об стенку и там остаются ну что я и сделал начал прозванивать именно вот этот эпицентр и первый сигнал ребята первый сигнал и вот смотрите как говорится опыт не пропьешь вот на монета слепок видите остался что за монета три копейки я думал серебро три копейки 52 года когда выкопал она прям зеленая была а с доступом кислорода и солнышко она вот пожелтела первая находка на шурфе так что сейчас также продолжаю сначала эпицентр прозванивать а потом именно с этого эпицентра и начинать уже шурфить в центр ямы в центр уже на крайнем случае буду спускаться потому что здесь будет тяжело копать сами понимаете основная часть мусора находится здесь и глубина здесь будет глубже стоят видите столбушки и это означает что это подпорки столбушок берешь качаешь если он тяжело качается значит глубина глубокая так что ладно имейте ввиду так что следующий раз продолжаем вот михалыч ищу взял вот видите вот как сейчас он делает вот так и надо вот отсюда здесь вот можно просто прозвонить верховые штык лопатой снимаешь а дальше уже суваться смысла нет будет материк но на михалыч там видите клубушки пошли и засыпка сопутка имеется горшочки именно коричневые ладно что говорить надо продолжать ну ребята решил я с угла там где я поднял монетку три копейки 52 вот здесь вот и начал с угла всегда с углов начинаю и выпал у меня сигнал вот из такой вот кучки сколько я два выброса лопаты сделал и вот первая монета вот она зеленая смотрим это у нас царь царская монета одна копеечка 1900 сейчас скажем тысяч блин а может не скажем 1903 что ли или шестой не знаю ну факт том что это царская монета и зачетная классная классная монета продолжаем классно цари здесь есть итого у Михалыча там один пятачок и у меня трешечка и копеечка цари есть продолжаем тогда итак ребят точная находка находка Михалыча и вот смотрите какая церковная красота так фокус у нас будет нет так фокус 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 вот как вы видите в принципе сохран то хороший ну вот мята приятно приятно продолжаем итак ребят шурф начал потихоньку нам давать что Михалыч набрел просто напросто на клондайк у него как не выброс монета как не выброс так монета вот и у меня сейчас находка это у меня думал копеечка но был приятно удивлен это у нас оказалась одна вторая копейки 1909 год это у нас николай это одна из самых маленьких монет николаевского периода есть еще одна в четвертой копейки она еще меньше а это по размеру с советскую монету копеечку часто путаешь но когда пальчиком потрешь и видишь видишь что это не совет а царь классная находка забираем итак ребят на этом я закончу сюжет о видео шурфе как с чего начинать а продолжение будет в следующей части всем пока на шурфе